Приветствую вас, друзья! Кто со мной в прошлом видео видел, что я снова числил забившую геометрию. Забивается она, скорее всего, из-за того, что турбина не додувает, вследствие чего интенсивная сажа выделяется. И вот эта сажа, опять же, забивает геометрию, то есть палка с двух концов получается. Так вот, за винт, вот этот внизу, оптимальная высота упорного винта, он подписан на картинке. Я уже рассказывал, что он выставляет зазор между лопатками 2 мм. Мы его уже крутили, в прошлом видео можете посмотреть, кому интересно. У меня остался еще вопрос к длине штока. Вот, написано, длина штока актуатора регулируется. Она винтом, я сейчас покажу актуатор, сниму. И эту настройку все говорят, что не трогай, в последнюю очередь. Но я уже все перелопатил, машина не додувается, машина не тянет вечно, черный дым за мной. Так вот, крутим сегодня вот этот шток. По недодуву, и я на камеру снимал, можете посмотреть тайм-код в прошлом видео. Сейчас тоже будем смотреть на регулировку штока. То есть, если бы у нас турбина была на максимум, упиралась в нижний винт, вот этот, красная буква Т, такая перевернутая. А он регулирует максимальный надув. И у нас, допустим, я газ даю, так как в прошлом видео, у нас машина не надувалась, но клапан все-таки тянул до упора. То есть, уже до крайней точки дошло, но все равно нету додува. Но у нас не так. У нас получается, что клапан назад оттягивает, то есть, уже сбавляет не на максимальную мощность. Но у нас все равно не додув. Такая регулировка, ну, лично на мое мнение, осуществляется как раз вот таким штоком. Нужно подгнать заданный надув до реального. То есть, нам нужно сократить длину штока, чтобы он не настолько сильно открывал, получается, лопасти между собой на меньшую мощность. Ну, вот снятая турбина, я тоже ее помою, очищу и соберу. То есть, у нас там картридж еще рабочий, турбина еще походит, будет запас на меня. В нас, в незаведенном состоянии, шток вот этот приведен в таком состоянии, да. При заведении автомобиля актуатор, актуатор вот этот вакуумный грибочек, да, на нашей турбине, ну, есть два кто, ну, я не буду углубляться, что у нее есть отрицательный, есть положительный. У нас получается отрицательный вакуумный грибок, подается вакуум и у нас турбина переходит на режим максимального надува. Вот этот винт у нас настраивает максимальный надув, то есть, ограничение. По настройке говорят, чтобы лопасти между собой, но я об этом опять же в прошлом видео говорил, посмотрите, чтобы между собой лопасти закрывались на 2 мм. То есть, ну, 2 мм не закрывались. Вот это получается у турбины максимальный надув. У меня получается, что я заметил в прошлом видео, снимая, когда я раскручиваю там, допустим, до полторы тысячи двигатель, у нас недостаточный надув на 100 милибар, это без нагрузки. С нагрузкой там больше. Будем потом выезжать, наверное, экспериментировать. У нас получается, что видно на камеру, что актуатор немножко сбавляет надув, переходит ниже, то есть, вот максимально упускает. Но он не совпадает с заданным надува двигатель. То есть, двигатель просит 1100 милибар, а у нас получается там, ну, 1000. Ну, образно я говорю, я не помню цифру. Получается, вот эту длину, чтобы можно было немножко поднять ему выше, нужно попробовать срегулировать вот этой длиной шток. То есть, в момент, когда у нас вроде бы как немножко клапан отпустил актуатор, а мы длиной штока, актуатор вот здесь, вот здесь, мы сокращая длиной штока, в данном положении поднимаем немножко надув. Ну, это в моем понимании так. Сейчас на практике посмотрим. Здесь у нас получается резьба обычная, правая. То есть, чтобы сократить длину штока, нам нужно вращать его против часовой стрелки. Вращая против часовой стрелки, он будет сокращать длину штока. Сейчас перейдем к автомобилю. Ну, и начнем, наверное, с оборота. Вот, я уже на один оборот сделал против часовой стрелки, да, если я говорю за часовой, я извиняюсь. Против часовой мы сокращаем длину штока. И сейчас попробуем добавить полторы тысячи оборотов сделать. У нас, по-моему, уже разница меньше. Там уже 30 милибар. Давайте поднимем до... На двух тысячах так сложно выдержать. Давайте тысячу... Семьсот... Две... Ну, я думаю, можно еще попробовать сделать еще оборотик. У нас уже разбежность меньше. И шток, по-моему, у нас... Вводит, да. Давайте я еще один оборот. Давайте осмотрим, что у нас получилось. Напомню, я уже сделал два оборота против часовой стрелки. У нас сейчас получается немножечко перед дуб. Ну, это максимальное положение. Его тоже, в принципе, можно довести до идеала. Вкручивая тут винт, еще убавить максимальный надуб. Итак, давайте сейчас полторы тысячи. У нас шток немножко приопустился. Но это у нас тысяча пока что. Так, давайте зафиксирую. Тысячу семьсот. Шток немножко упустился. У нас двадцать семь миллибар. Не додув получается. Да. Давайте еще газку. Так, у нас две тысячи триста... Тридцать восемь миллибар не додув. Вот, я думаю, делать уже выезд, потому что уже отклонения не такие большие. У нас нет соток. Давайте, наверное, попробуем выехать и посмотреть. На ходу еду на второй передаче. Сейчас переключаюсь на третью и, говорят, с тысячи нужно дать до четырех. Ну, вот я дал. Четвертый газ в пол. Пятое. Ну, вот сейчас полторы тысячи. Давайте газ в пол. И что у нас по надуву? У нас 600 миллибар. Четыреста. Нет подхвата. Совсем нет подхвата. По-моему, не хватает надува еще. Давайте я сейчас еще, наверное, остановлюсь. Два оборотика сделаю. Подниму еще что. Уборочу. И попробуем еще. А что нам остается? Еще поднял на два оборота. Сейчас у нас уже явный перенадув на холостых. И даже на месте на двух тысячах тоже перенадув есть. Блин, долго остановляется сейчас. Смотрите. На двух тысячах у нас 140 миллибар передув. Давайте сейчас пробуем на ходу. Так, немножко разогнаться. Выключаю четвертую. И у нас полторы тысячи. Нажимаю газ в пол. Смотрим на данные. Я не успел посмотреть, друзья. К сожалению. Пятая передача. И снова в газ в пол. По-моему, уже лучше. Намного лучше. По надуву. Сейчас еще подъемчик будет. Машина, по-моему, бодрее подрывает. Что ж, 90. Давайте шестую. Шестая передача. 90 километров в час. И газ в пол. Получается, говорит, что... Ну, уже не такие разбежности. Все равно по надуву. Я вам скажу, там были цифры и 400, да? Вторая передача. Спокойная езда. 2000. Две с половиной. Дыма не было. Третья передача. Газ в пол. Четвертая передача. Газ в пол. Но сейчас машина едет. Вроде бы под горочку. Даже на четвертой. Мы едем уверенно. И нажимаем на газ. И машина начинает рвать вроде бы под горку. Раньше такого не было. Ну что ж, друзья. На последних видео вы увидели, что у машины появилась динамика. Раньше я не мог подниматься. На последнем, который был на видеоподъеме. На затяжном. Я на третьей передаче поднимался. Иногда на четвертой. Но если на подъеме бросить газ и снова нажать. Машина уже начинает задыхаться. Не едет. Черный дым сзади. То есть нужно переключаться на нижнюю скорость. Сейчас же я на четвертой. Там газ бросил на пару секунд. Машина начала притормаживать. Я снова нажал на газ. Машина плавно пошла вверх. То есть у нас по надуву сейчас более чем все хорошо. Не сказать, что идеально. Потому что идеально все-таки нужно настроить по графикам. Ну а турбинщики скажут, что только на стенде, друзья. Ну если вы после данного видео дальше боитесь, то кормите дальше турбинщиков. По-любому сейчас в комментариях какой-то специалист напишет. Ой, как славно, что вы есть. Я без хлеба не останусь. Но поверьте, с машиной ничего не станет. Она поедет. По-любому лучше в таком случае ехать. Перенадува у меня нет. Чем я ездил раньше. До надува не было. Влетала та солярка в виде черного дыма. Сажи и всего прочего. Я не думаю, что машине было лучше вот этого. Поэтому сомневаюсь, что что-то будет в хужую сторону. Да что там говорить. Я на 100% уверен, что все будет окей. Но более точной настройкой я займусь уже через сканер. Я показал, что это можно сделать. Главное все помнить, что вы делаете. Запоминать, сколько оборотов, в какую сторону. Ставите меточки, все записывайте. Если в хужую сторону, в любой момент можно вернуть. Ничего за один заезд вы страшного не сделаете. Немножко подняли. Увидели. Хуже стало. В другую сторону. Допустим. А так, чтобы если вы один оборотик сделали. Вы ехали и у вас сразу турбина отхлебнула. Такой вариант 100% невозможно. За эти две недели, пока я катался. Я изучал еще эту тему. И нашел видео, в котором человек рассказывает. Как настраиваются турбины в сборе на заводе. То есть они точно не настраиваются. Так как говорят турбинщики на стенде. Но я все-таки уже придерживаюсь того мнения, что на машине должна турбина настраиваться в идеал, если вы выводите. Он говорит, что на заводе как делают. Настраивают шток так, чтобы при минус 0,6 у вас геометрия уже была открыта максимум. Длину штока так настраивают. То есть если у вас, допустим, раньше уже геометрия открылась при 0,4, допустим, то у вас уже очень короткий шток. Нужно немножко сделать длиннее, чтобы увеличить это давление, допустим, к 0,5-0,6. Давайте смотреть обратную ситуацию. Если, к примеру, ваша геометрия открывается полностью только при 0,7, минус 0,7 вакуума. Значит ваш шток очень длинный. Нужно сократить. И таким образом подбирается давление минус 0,6, чтобы ваша геометрия полностью была открыта. Я же после своих настроек на автомобиле проверил вот таким вот методом манометр, то есть вакуометр. Взял вот такой вот одноразовый, можно сказать, вакуумный насос, постоянно им его назвать. Но опять же проверить все можно. Нипели с колес, колесные нипели вот эти. Вот этот фитинг, его можно заменить, это я взял на работе, его можно заменить любым тройником, какой у вас есть, да, кто чему гораст, как говорится. И вот таким образом и получается. Выдавливаем воздух сюда, отсюда втягиваем воздух и создаем разряжение вот в этом грибке. Сейчас я, можно сказать, помаслаю вот этим шприцом. Видите, у нас клапаны пропускают. Нужно немножко просто быстренько это все делать. Вот, смотрите, у нас сейчас шток 0,5 и он как раз-таки вот при 0,6, ну, давление падает. Смотрите, у нас есть 0,6, я еще пытаюсь надавить шток, а ему уже некуда. Вот, это получается у него максимальный. Ну, это я вам так для примера показываю, нужно делать на турбине, чтобы было понятно, открывает он полностью геометрию на максимальную мощность или нет. У меня же, получается, получилось так, что геометрия открыта на полную при, после настроек, при 0,5, 0,5, минус 0,5 килограмма. То есть, получается, что моя турбина, так и быть, была настроена по заводу. Но, чтобы я до этого не делал, турбина все равно, как видите, не давала того давления, машине не хватало надува и, соответственно, она не ехала. То есть, если слушать вот так вот турбинчиков, да, что с турбиной все ок, ну, будете так и ездить. Ну, возможно, повезет, еще что-то найдете. А будете пробовать, то, я думаю, у вас тоже все получится, все будет круто. И также я смотрел еще видео на канале СТО Ковш. Да, там парни вроде бы умные, имеют опыт в дизелях. И что их руководитель сказал, да, ну, главный персонаж в их роликах, я не знаю, как его звать. Они переделывали турбину. Он сказал, что на вот этих двигателях, где используются грибки, вакуумные, под давление, клапан или сами мозги двигателя никогда не подстраиваются под давление. Они просто знают, что в каком-то режиме нужно сделать скважность клапана такой. Ну, скважность, это имеется в виду, на сколько процентов клапан перепускает вакуум. То есть, допустим, у вас при 1000 оборотов, да, у нас скважность, ну, там она не 100, скважность, а где-то 85, по-моему, по пирене. Ну, в разных автомобилях по-разному. Ну, это условные условия, да, вот этой работы. То есть, там не только, я думаю, обороты берутся до расчета, но еще какие-то данные. Не знаю, не буду углубляться. Ну, и, допустим, при 1500, у нас тоже, к примеру, там, не знаю, ну, 75% клапан открыт. Там, при 2500, вот, я через камеру пишу, я немножко, при 2500, допустим, 45, ну, я точно не помню, пускай будет 55%. Вот, мозг работает, по сути, по такому алгоритму. Он не берет к учету, допустим, что при 2500, мы в стандартном режиме 55% открываем клапан. Но если все-таки у нас заданный надув, ну, опять же, я грубо говорю, да, там, 1200 милибар, милибар, а по факту, допустим, мы получаем 1100 милибар. Он не учитывает то, допустим, что у нас 2500, 55%, ну, в нормальном режиме. Но если, допустим, у нас нету, есть недодул, то увеличить эту скважность клапана, допустим, до 65, ну, не берет он условия вот эти, и все. Он вам просто ошибку выкинет, что нету воздуха, да, недодул, и все. А брать, самообучаться он не будет. Вот эти самообучения, подстройка уже идут, по словам с канала СТО Ковш, на сервоприводах. Это уже на новых автомобилях, там уже идут управление сервоприводами, с обратной связью. Там мозг понимает, насколько действительно открыт клапан проценту, потому что здесь он все задает, скважность 85%, а насколько он открыт, там он не знает. Нет, это уже зависит от вашего клапана. А здесь же, в новых автомобилях, он видит вот эту обратную связь, видит, допустим, что он на 65 открыл, а клапан открылся на 55, то он ошибку вам выкинет, что что-то с клапаном, там подклинил, или еще что-то. И в данном случае он уже будет понимать, что на 65 он открыт, но у нас нету 100 милибар еще, значит, можно еще приоткрыться и сделать вот этот надув нормальный. Ну, а на старых вот этих вакуумных грибках, по словам, да, я уже не говорю за себя, по словам великих специалистов, она не работает. Ну, и, в принципе, я в этом сам же убедился, потому что на видео, и вы сами посмотрите хорошенько видео, когда нету 100 милибар, а на видео грибок все равно мозг с помощью клапана грибок отпускает. Вот сейчас есть вакуум, да, все равно вниз начинает уходить. Зачем ты вниз уходишь, если у меня еще нету додува? Ну, вот такое вот заключение, нет регулировки. Поэтому ему нужно вручную с помощью вот этого штока подкрутить вот эти 100 милибар, потому что он сам этого не сделает. И еще по поводу регулировки надува нашим грибком. Получается, я уже сказал, что он не может добавить, потому что зашито в мозгах, что при таком-то режиме давать вот такую скважную скану. Но в то же время, если есть передув, клапан открывается. То есть по передуву клапан, можно сказать, регулирует у нас, сам подстраивается. По недодуву у нас подстройки нет. Нужно регулировать длиной штока. Ну, друзья, вот такое вот заключение, да? Вы, я думаю, сами видели на видео. Это же не просто слова. Это все доказано на деле же. Напомню, что перед настройкой турбины у меня был черный дым. И в основном этот черный дым есть тогда, когда нет утягивания у машины. То есть сейчас дыма нет. Иногда с кондиционером. Ну, иногда на некоторых режимах, возможно, на холодную там может серый дымок пойти. Возможно, если сильно уже на гашетку дать, не на тех оборотах, там с тысячи, да, дать, допустим, газ в пол, пока турбина не подхватит, а турбина стала подхватывать где-то с 1800 оборотов, есть уже такой пенек, то могут быть черные дымы. Но, опять же, он черный дым не такой, как был, потому что раньше он был очень черный. Сейчас он такой, ну, легенько черный, можно назвать. По расходу мне в группе Лагу написали. Тоже ссылочку на группу оставлю. Если кому интересно, можете зайти в группу. Там парни помогают, я в том числе, решать проблемы. И спрашиваем друг друга при возникновении всяких проблем. То есть, сообщество живет, помогает друг другу, выручает, можно сказать. Так вот, мне там сказали, что возможно будет рост расхода. Скажу нет. Нету роста расхода. Машина бодрее поехала. Солярка не вылетает просто в трубу, да, а работает. Сгорает в нужном количестве. И, соответственно, я до настройки турбины ездил на море. У меня средний расход по трассе вышел 5,5 литра на 100 километров. Это фактически. То есть, я перед выездом на море заправил полный бак и приехал домой. Опять же, полный бак заправил. Посмотрел, насколько влезло и рассчитал на пробег. То есть, не по вот этому вруну, да, он немножко врет. По крайней мере, по трассе. По трассе там получается где-то расход 1,05, что-то такое. То есть, нужно реальный расход вот этот, что он рассчитал, умножить на коэффициент 1,05. По городу этот коэффициент может стать уже 1,2, 1,3. Ну, то есть, я уже себе замечал, засекал. И сейчас после настройки ехал в деревню 100 километров и по вот этому прибору, да, расчетчику этому нашему стало 5,1 расход. То есть, если еще умножить на этот коэффициент, там получится грубо 5,2, ну, пускай 5,3 литра на 100 километров. То есть, расход даже немножко упал, потому что солярка сжигается эффективно. И есть прибавка мощности, если я на газ жму. Так что, нет никакого роста расхода. Все окей. Если вы хоть чуточку понимаете, что вы делаете, и у вас проблемы такие же с автомобилем, то не бойтесь, пробуйте, записывайте, что куда вы крутите, по обороту, по два. Можно. Программы диагностики. Я на Рено у нас Пирен. Немножко замутная программа, сложно. Но работает с переходничком за 100 гривен. Купить эти переходнички можно на Али. Я сброшу ссылку на этот переходничок, где я покупал на Али. Можно на нашем рынке поискать, главное, на французы точно знаю, что двухплатный, но я думаю, и версия 1.5. Но я думаю, и на другие тоже лучше, наверное, на 1.5 двухплатную версию. И на большинство автомобилей других можно найти программу Торкви установить на ФОПДА, я тоже скину ссылочку. Либо другие какие-нибудь более конкретные модели под ваш автомобиль. И самый такой простой вот этот параметр, заданный надув и текущий надув, я думаю, что не составит труда найти. Не нужно сложных программ. И вы даже по телефону, так же само, как и я, можете записать себе видео в ходу и уже анализировать ваш надув, ваш недудув, немножко крутить, и все у вас получится. Ну, а все-таки те же люди, которые боятся и будут все-таки дальше утверждать, что настраивать должны только турбинщики на стенде. Ну, друзья, извините, тут мы с вами не сходимся. В мыслях можете писать свои комментарии. 100% уверен, что и специалисты, как я уже сказал, будут в комментариях и будут писать, что они без хлеба не останутся. Потому что есть такие, как я, что учит вас ломать автомобиль. Но если вы думаете так, как и они, то милости просим к ним. Хотя 50% говорят, что их нет нормальных, они не хотят настраивать. Настроили, вот скорее всего, скорее всего, они настраивают вот так, как я сказал. По минимальным параметрам. Настроили шток, чтобы втягивался при 0,6 бар. Все, они сделали. Вы заплатили там 1000, 2000. Вы довольны, думаете, все, турбинщик нам настроил турбину. Он вам поставил турбину. Ну, или вы сами поставили турбину. А машина не едет. Все, давайте дальше. Форсунки, то-да-сё. Ну, в общем, я думаю, эта история всем до боли знакома. Вот такое вот видео, друзья. Пишите, как и негативные, так и позитивные комментарии. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем, я же говорю, сканер уже подключится. Мы будем уже более тонкую настройку, либо посмотрим по параметрам, по вот этим графикам, как я настроил турбину. Возможно, еще можно более тонкую настроить. Возможно, как раз я уже и угадал, не по графикам, а просто по числам, по данным. Вот такие вот дела в дальнейшем нас ждут.